Друзья, всем привет! Я Виктория, и вы у меня на канале. И сегодня у нас будет совершенно психологическая тема. Она про марафоны желаний, про желания, про целеполагания, про цели, про средства достижения пути. И с нами психолог Илона. Она была уже в моём видео про психологическую зависимость. И, друзья, дисклеймер, наверное, это можно назвать. Я это видео планирую выложить на два своих канала, на парфюмерный канал, ну, больше парфюмерный, и на свой другой канал. Возможно, одна версия будет более полная на другом канале. Ну, вот это пока в планах. Может, только сюда выложу. И первый вопрос. Я знаю этот факт, но мы с тобой не обсуждали, почему. Ты, наверное, знаешь, что я тебе хочу спросить, нет? Ну, догадываюсь, но могу ошибаться. Почему ты перестала вести марафоны желаний? Ответь. И люди зарабатывают миллионы, миллионы денег. Мы знаем, о ком я говорю. Дни рождения празднуются звёздами. А ты бросила эту золотую жизнь. Объяснись. Раскрой карты. Слушай, я сегодня про это думала, когда к тебе ехала, вспомнила тот период, когда были эти марафоны желаний. Мы провели, по-моему, с моей коллегой около шести этих марафонов, если не семь. И на третьем марафоне я уже начала понимать, что это не моя, видимо, история. Как-то я ещё потянула, и после этого всё-таки бросила их вести. Ну и сделала это осознанно, потому что если отвечать совсем кратко на твой вопрос, то будет звучать так. Потому что марафон желаний равно насилие над собой. И вот если совсем вот так вот кратко отвечать, я могу сейчас развернуть эту историю, но на тот период, когда мы начали это делать, я это очень сильно почувствовала. И поняла, что просто насиловать своих клиентов, тех людей, которые пришли, не знаю, за какой-то психологической поддержкой, я просто не имею права. И я решила, что, в общем, хватит. Как-то я попробовала, что это такое, и поняла, что нет, это не то, чем я вообще готова заниматься. А деньги? Или деньги? Ты упустила. Да. Слушай, ну, упустила деньги, но осталась верна себе. Поэтому, в общем, мне как-то это ближе, чем я могу заработать другим способом, поэтому я не могла вот этого масштаба. При этом, несмотря на то, что у нас марафоны были очень психологические, то есть мы же и с сопровождением коучей-психологов это делали, и с проработкой различных эмоциональных состояний, и всё равно это всё упиралось в то, что люди, ставя себе цели, прописывая ежедневные задачи, они прям насиловали себя. И в какой-то момент, когда ты работаешь над своими целями, скажем так, на повышенной энергии, на гиперэнергии, неизбежно потом наступает второй этап, который называется истощение. Депрессия. Ну и да, там, где истощение, там недалеко до депрессии, то есть чем больше сил ты, как бы, чем больше ты себя изнасиловал, тем быстрее ты упадёшь вот в эту зону, когда нужно отдыхать, когда нужно восстанавливаться. И, в общем, вот эта вот такая болтанка, то вот я всё сделаю, я на всё готов, то вот это падение, оно постоянно просто преследовало клиентов с марафона, ну и это было тяжело. То есть приходилось постоянно консультации проводить, чтобы людей как-то восстанавливать и вводить всё-таки в такую, не знаю, стратегию достижения там желаний и целей, ну какую-то серединную, там, где нету только насилия себя, а потом через какой-то период вот этого выпадения и абсолютного бессилия. Вот поэтому, ну вот с этим связано то, что, ну причём я очень долго думала, что, может быть, удастся найти такую форму, где это не будет насилием, но вот мне этого не удалось, я не сказала. Именно в рамках марафона. Именно в рамках марафона, да, и этого не получилось. Мне кажется, название марафон уже говорит о неком насилии, о неком превозмогании себя. Понимают ли люди, которые туда идут, что это именно об этом всё равно будет? Я не очень понимаю. Ну, ещё один момент хочу обсудить, что вот те марафоны, которые сейчас популярны, когда такие голосовые сообщения отправляют людям, какие-то материалы, и в принципе их не сопровождают. Ну, то есть там такое сопровождение. Я очень изучила эту тему, я даже думала пойти туда, но мне просто стало жалко денег. Вот клянусь, вот даже какие-то там 2-3 тысячи, 4 мне очень стало жалко, потому что я проходила такие более жёсткие варианты этого тренинга, потому что, ну, марафона, потому что я проходила их в реальности, с реальным взаимодействием, когда мы психологические защиты ломали, когда, да, желание сбылось, но я потом провела в депрессии год или два. Вот. И там было личное взаимодействие. А тут как бы голосовые какие-то сообщения и просто информация. И у меня, ну, вот к этим марафонам такое, ну, у меня как бы есть 2 мнения. С одной стороны, так как он лично не взаимодействует, то он может пройти мимо человека. И это, ну, по мне так, ну, да, потратил ты там 5-3 тысячи в никуда. Обидно, конечно, это, не знаю, флакон духов люксовых. Обидно. Но как бы не смертельно вот для конкретного человека. Но плюс-то в том, что, допустим, человек, ну, вообще не знает ничего о психологии, ну, вообще о ней не слышал. Он там где-то, краем уха. И для него вот эти знания, вот эти голосовые сообщения, какая-то вот эта информация может быть просто такой ступенькой. Он поймёт такой, так, есть какая-то сфера, которая очень интересная. Где-то она даже работает, что-то прояснилось. И как бы она может быть вот, ну, таким ключиком в меры дальнейшего какого-то самопознания. Я прям очень согласна с тем, что ты говоришь. Мне кажется, это правда так. И вот пока ты сейчас рассказывала, я подумала про слово «марафон». Ну, марафон, с одной стороны, это такой соревновательный момент. Ну, то есть нужно достигнуть, дойти, добежать. А с другой стороны, в марафоне, вот если символически, там же какая очень важная вещь. Для того, чтобы пройти марафон, нужно изначально рассчитать свои силы. Для того, чтобы я смог дойти до конца. И очень часто в марафонах люди вот сначала берутся, а потом бросают, например. И когда мы говорим о том, что нет никакого сопровождения, это только какие-то записи в мессенджерах, то там велика вероятность, что действительно люди уходят как бы с программы, что-то начинают слушать и потом просто не заканчивают. Поэтому история про марафон, она может быть хороша тогда, когда я умею свои силы рассчитывать и когда мне в этом еще и помогают. Ну, то есть, если я сам не могу это сделать, то человек, который меня сопровождает, коуч, психолог, не знаю, там, куратор, он как-то может мне дать эту возможность. Вот. И плюс, я прям с тобой согласна, очень много людей начинают приходить к психологии именно с этими марафонами. Не к психологии, а да, вот к самопознанию, к пониманию, что там у меня внутри. Здесь очень важно только на этом не застрять. Потому что если это будут только бесконечные марафоны, то это тоже некая точка. Когда мы вот приходим, да, вот откуда-то и вырвались из темного леса, бессознательного, и такие где-то брыжет лучик, вот может это марафон, мы формулируем цели и желания из... Часто не все, не все, но часто из очень нездоровых мотиваций. И, соответственно, мы туда даже можем дойти. И просто со мной это было, я не проходила марафон, я проходила тренинг, который назывался «Тули лидерство», какие-то там ступени были. Это тренинг из начала двухтысячных. Это, друзья, очень жёсткий, деструктивный тренинг, но он правда помогал многим людям дойти до своих целей. Так вот, когда я дошла до своей цели, я, во-первых, офигела, где я оказалась, потому что внешне это было то, что я хочу, а внутренне это начался какой-то ад. То есть моя как бы вот эта нездоровая моя часть сформулировала желание, и я попала в ещё большее нездоровье, при этом двери захлопнулись. Это что называется «бойтесь своих желаний», и они имеют свойство забываться. Да, да. Двери просто захлопнулись. Я вроде бы имею всё, что я хотела, но я не знаю, почему мне так плохо, почему мне так ужасно, почему у меня нет сил, почему у меня такая апатия, почему у меня депрессия, почему я болею. Я начинала болеть. Просто у меня какие-то непонятные болезни. То голова болит, то насморк, то какая-то непонятная ещё болезнь на меня, то аллергия какая-то страшная. То есть вылезли все какие-то непонятные болезни. И вот тогда я вошла в психологию. Я просто думала, куда-то мне уже... Ну тогда вот в начале ещё вот этих 2000-х, 2010-х, пойти к психологу, это было примерно как пойти, не знаю, к психиатру. Ну там разницы особой не было. И я, можно сказать, я сдалась такая. Ну всё, мне как бы уже либо туда, либо я не знаю, что мне делать. И вот из этого момента, вот сейчас уже, я очень боюсь формулировать какие-то желания, пока я не буду убеждена, что это формулируется из здоровой позиции, из того, что это меня приведёт к позитиву, не из страха, да. А вот именно из... Я сейчас немножко перейду на режиссёрский язык. И это как бы у персонажей две мотивации глобальные. Есть страх и любовь, эрос и тонатос. И вот я всегда сейчас думаю, вот это я из любви или из страха делаю. Вот, и для меня это очень важно. А в марафоне люди, мне кажется, в большинстве приходят и вот эти желания формулируют из страха. И никто, там же никто им не подскажет, откуда они... Да, и можно я психологически прокомментирую то, о чём ты говоришь? Да, мне это очень надо, потому что мы... Ну, не только про марафоны, мы плавно перешли вообще к теме желаний, как их желать, и, может, вообще не надо ничего желать. Вот если мы говорим про структуру психики, то в нашей психике, я глобально сейчас очень как бы со всем по верхам, у нас есть сознание и есть наше бессознательное. И вообще-то психология — это наука о душе, а душа — это наше бессознательное. Поэтому есть эго социальное, которое думает, которое решает вот вопросы реальной жизни, и есть наша душа, которая тоже что-то хочет. Вот первая проблема, которую я вижу, по крайней мере, когда мы говорим там про марафоны желаний, про цели, это то, что цели и желания, они формулируются человеком без учёта своих душевных состояний, желаний. То есть есть некие идеи, например, социального характера, как то машины, там, не знаю, выйти замуж, там, я не знаю, ещё что-нибудь, в которых нету духовной, душевной наполненности. Вот именно понимание того, что эта цель, она мне действительно принесёт наполнение внутреннее, внутри. И когда мы начинаем достигать вот этих вот целей, только сознательных, то тогда мы и говорим про то, что это выходит как насилие. Я даже могу достигнуть, но потом я вот рухну вот эту там в депрессию, в истощённость, в бессилие полное, ну, как бы в состоянии, что я вообще больше никогда ничего не хочу. И это первый вопрос. Тогда мы понимаем о том, что достижение этих целей, оно вообще-то меня от себя уводит ещё больше. И вот тот пример, который ты приводишь, и ты говоришь о том, я этого достигла, но оказалась в каком-то жутком аду душевном, это вот про это. То есть если эту картинку взять, здесь сознание, здесь бессознательное, вот тут я достигаю чего-то, иду, и вот постепенно отлетаю. Получается очень большой разрыв между мной истиной и тем, что происходит в моей жизни. А заглянуть туда и посмотреть, чего хочется на самом деле, и даже сложно формулировать вот этот вопрос, чего хочется, куда зовёт меня душа бессознательная. Вот скорее, наверное, это вот так можно сформулировать. Это вообще смелость нужно иметь, потому что мои душевные порывы, они могут идти вразрез с тем, что сейчас общество нам транслирует, как должно быть. И это может быть по-другому. И те люди, которые туда как бы идут, им нужно понимать о том, что они могут как-то, не знаю, противостоять, в общем, тому, что происходит в современных реалиях. Вот. И это смело очень. И это не... Это... Ну, иногда это бывают и марафоны тоже, но это не всегда только через марафон. Я могу как-то внутренне ощутить, куда меня вообще душа, не знаю, зовёт, ведёт и так далее. Ну, я, если честно, ну, как бы, если бы я верила, что марафон, правда, может как-то помочь, как бы люди, которые туда... У меня, короче, есть ещё одна. Ещё одна теория, друзья. Она звучит так. Здоровый человек, психологически, предположим, они есть. Ну, просто то, сколько я изучаю психологию, что-то читаю, узнаю, у меня есть ощущение, что их нет. У меня моя учительница, у которой я учусь, ну, и продолжаю учиться, она мне всё время говорит, Илона, покажи, где здесь здоровые. Ну, мы ещё спишем на нашу деформацию, мы всё-таки в определённых... Я вообще в кругах творческих людей, туда, знаете ли, редко такие захаживаю. Извините, сейчас коллеги. Вот. Ну, и в психологической среде тоже, знаешь, как бы, все знают, что в психологии идут те, кому нужна помощь самим изначально, а потом к ним приходят такие же, и мы их по этому пути ведём. Почему-то я туда тоже себя присоединила ко всем. Ну, да, вон видео пишем. К психологическим, к творческим. Здесь я, короче, у меня. Ладно. Так вот, предположим, они есть. Да. Окей. Они есть. Мне кажется, я знаю таких людей. Так. Ну, вот, предположим, что они всё-таки гармоничные, здоровые, и, мне кажется, эти люди, они вот чувствуют вот это вот своё вот бессознательное душу, у них эго и сознание, оно работает в связке. И они свои желания, которые они хотят, они могут их даже не формулировать, они могут их не писать, не делать коллажи, они просто идут и делают их. Вот остановись, спроси, а что ты делаешь и почему? Я говорю, ну, я не знаю. Ну, тебе классно? У меня вообще классно. Тебя там результаты устраивают, которых ты достигаешь, все суперрезультаты. У меня даже ежедневника нет, я не знаю. Или там, ну, есть ежедневник, чтобы не забыть что-то. Память у меня не очень. И всё. И мне кажется, вот эти люди, они даже не приходят ни к психологам, поэтому мы их не знаем, ни на марафоны не идут, они думают, зачем вообще, куда. Они, мне кажется, даже вот не включают, возможно, эту рефлексию вот настолько, чтобы они и так знают. Вот. И то есть у меня вот ощущение из этого, что на марафоны приходят изначально люди с психологическими трудностями, но попадают, они, ну, как мне кажется, не по адресу, и вот как мне кажется, марафон только ключик может быть. Но он не может помочь вот эту связь выстроить. Да, вот это моё такое, вот мы сейчас с тобой поговорили, кстати, вот я сейчас пришла к выводу, что он не может наладить вот эту связь, да, но вот так, просто их очень обесценивают и говорят, ну, это прям вообще все деньги собрали, там, день рождения отпраздновали, твари. А другие люди всё равно идут и платят за эти деньги. Значит, есть в этом плюс. Слушай, ну, там же даётся всё-таки дополнительная информация. Ну, насколько я знаю, то есть есть марафон, там ключевая идея, понятно, там марафон желаний, например, да, но параллельно вливается вот в эти каналы, да, соцканалы, всё-таки какая-то психология там есть. Там есть. Там про тело что-то, там про... Там по Киеха, по Зеландо, это такая ещё около психологии. Всё, да. Ну, в общем, ну, хоть что-то, что позволит человеку, ну, хоть как-то осознаться вообще, что происходит. Это ведь может быть любая информация. Мы можем идти по улице поговорить со знакомым, и вдруг нам придёт, ну, у нас что-то осенит про нас самих. И я думаю, что здесь может вот этот эффект быть, ну, каким-то плюсом этих марафонов. Вот, я, слушай, пришла к тебе сейчас и думала, что я буду марафоны этот, ну, как-то тоже негативно про них отзываться. А сейчас я смотрю, я их защищаю, как будто бы. И прям сама, знаешь, сижу и удивляюсь этому, потому что ещё у них плюс. Нет, ну, он правда есть. Он есть. Мне просто не нравится, что... Мне вообще не нравится, когда у взрослых людей с формированных личностей есть какие-то чёрные и белые. Да. И ответы такие, это плохо, это хорошо. Да. Он работает с точки зрения, что даёт кому-то новую инфу. Я не пошла, а потому что мне там не будет новой инфы. Я её знаю уже прямо настолько, что могу в ночь в разбуде, я вам марафон цены проведу, я бы не стала этим заниматься. Я вспомнила пример, не могу не рассказать. У меня есть подруга, из которой мы идём в разрез. Значит, она... Ну, сначала мы были с одной и той же целью, мы хотели открыть бизнес. Сначала думали про общий бизнес, потом поняли, что всё-таки направления разные. Ну и, короче говоря, она пошла по направлению выучиться на предпринимателя. Сейчас же очень много сейчас вот этих разных тем. Типа, заработай 100 тысяч там за две недели, делай раз, делай два, делай три. Нужно делать так-то, и ты откроешь бизнес и масштабируешь его. И вот она везде отучилась, значит, всё мне пишет, Илона, тебе надо вот это посмотреть, вот это посмотреть, это посмотреть. Ну и я как бы хожу и понимаю, что это не моя история, я не готова делать вот эту вот шаблонность. Вот делай раз, делай два, делай три, потому что это вообще не подходит ни направлению моему психологическому, ничему. Ну и вот по итогу, да, сейчас у нас прошло там полгода, когда мы про это думали, и получается, что я открыла центр, а она как бы пока ещё не открыла. То есть у неё появилось ещё больше идей для бизнеса, в которых она знает, как это делать, знает все схемы, но почему-то этого не происходит. То есть почему-то она этого не делает, но мы обычно созваниваемся, и она мне говорит, Илона, тебе для того, чтобы свой бизнес развивать, нужно вот это сделать. Ну и мне это, я как-то не хочу её умолить, это её путь, но это просто очень интересно с точки зрения наблюдения. Ну то есть вот у меня есть такое ощущение, что те люди, у которых есть связь между эгом и душой, которые, как ты говоришь, не формулируют, а просто чувствуют, вот куда они направляются, они как будто, не знаю, впадают в поток, в котором всё начинает происходить. Вдруг приходят нужные люди, откуда-то появляются нужные возможности. Как-то это происходит, хотя, может быть, там даже, не знаю, две недели назад казалось, что это невозможно. Это вот синхрония по Юнгу, то, что внутри, то и снаружи, она вот в этом смысле работает. И здесь вот опять-таки ключевой вопрос не сорваться в это насилие, а всё-таки понимать, что это действительно то, что меня греет, наполняет и так далее. Очень большая чувствительность к себе нужна для того, чтобы вот по такому пути жить, в чётком осознавании. Это моё, не моя. Вообще, кто сейчас выбор принимает, кто сейчас решение принимает внутри меня? Я, голоса моих родителей, общественные голоса, или маленький ребёнок, который хочет любви вообще и требует её. Ну вот в этом-то и вопрос. Для меня всегда сейчас стоит, когда уже мои желания сбывались, и я такая, прости господи. А сейчас для меня всегда вопрос стоит, а что это во мне? Что, надо ли мне идти и это делать? Куда я приду? Ещё один момент по поводу желаний. Я буду говорить про марафон, но уже просто потому, что такой как пример. На марафоне, например, может открыться какое-то реальное желание, да, оно попадёт. Да. И сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время. И у человека начнётся очень дикое сопротивление. Да. Потому что, как я уже обосновала, почему мне кажется, что туда приходят обычно люди с психологическими сложностями, скорее всего, у них есть это сопротивление. И когда они дойдут до реального желания своего, вот эта часть начнёт очень сильно сопротивляться. И голосовые сообщения там не помогут. Я думаю, что там может помочь в этот момент. Ну, либо человек просто уйдёт оттуда, скажет, что-то какая-то фигня вообще пошла. Ну, человек, который не знает про сопротивление, да, как мы говорим, туда, скорее всего, приходят люди, у которых нет какого-то опыта своего психологического консультирования. И он не знает, что такое сопротивление. Так вот, друзья, если вы смотрите, то вот сейчас Илона нам расскажет, что такое сопротивление, чтобы вы поняли, что у вас началось сопротивление. Значит, вы попали вот в своё желание. Правда, вы его сформулировали. Как она может выразиться, сопротивление, чтобы обычный человек, он понял, что я уже сопротивляюсь? Ой, это такая сложная тема. В ней есть очень много аспектов, скажем так, которые можно было бы обсудить. Я не знаю, можно ли это в одном видео обсудить. Ну, вот, предположим, у нас сходится действительно душевное желание, и эго его слышит, и оно понимает, да, окей, как бы, ну, я увидел это желание. Но оно говорит, это ужас, мы туда не пойдём. Да, и оно вдруг начинает говорить. Давай я на своём примере буду приводить, чтобы совсем понятно было. У меня было желание открыть свой центр очень давно, просто нереально давно. И я когда-то понимала, что я, наверное, к этому приду. Но это было действительно душевное желание, потому что я прекрасно понимаю, что я психологией буду заниматься всю жизнь. И вот эго видело это желание, но ничего, никакого ресурса не давало мне для того, чтобы я его начала осуществлять. И свидетельством того, что у меня включалось сопротивление, это были мои мысли. Как то, это невозможно, сейчас не время, тебе нужно сейчас ребёнка рожать, замуж выходить. И ты не потянешь, ты, наверное, ещё слишком, не слишком профессионально. Не важно, что ты 10 лет занимаешься психологией, надо тебе ещё чему-нибудь поучиться. И вот такие мысли, которые, ну, такого, они бывают нескольких характеров. Они либо критические по отношению к себе, я какая-то не такая, недостойна вот этого желания, вот этой цели. Это первый вариант. Второй вариант — это мысли пугающие. Если ты пойдёшь туда и будешь это делать, случится какой-то ужас. Не знаю, без денег останешься, все люди от тебя отвернутся, будешь ты в одиночестве сидеть. То есть, как правило, это либо такое критиканство, либо вот такая тревога за то, что если ты захочешь это реализовать, что-то будет прям очень плохо. И вот такие мысли, если вот там зрителям нашим сейчас сказать, это первое, что нуждается в нашем осознании и рассмотрении. То есть, как только в моей голове появляются вот такие мысли, это повод, не знаю, пойти к психологу и их как-то подробно рассмотреть. Кто внутри меня сейчас боится, кто наговаривает мне критику, какая часть меня. Мы все состоим из частей, я надеюсь, что уже это все как-то всё-таки понимают, так или иначе. Ну, в общем, вот эти распознать внутри себя голоса, и это не шизофрения, это очень важно, потому что вот так работает сопротивление. И если я не распознаю вот эти, давайте их словами там установки, или идеи, которые мысли у меня в голове, они ведь на меня насылают определенное состояние. Это еще через мое состояние выдается. Это, как правило, состояние, ну, не знаю, там вот замороженности какой-то. Хочу, но как будто бы даже не могу сделать шаг. Мне настолько страшно, что я даже не пытаюсь вообще. И вот состояние, когда нет совсем энергии на что-то, это вот может идти в эту сторону. И это, я сейчас рассказала, положительный элемент вот такого сопротивления. То есть я рассматриваю вот такое сопротивление. Ну, не знаю, как-то ненавижу слово прорабатываю, но сейчас скажу, прорабатываю, выясняю, зачем оно мне сейчас это говорит, понимаю этот смысл, и это позволяет мне как-то все-таки соединить мое душевное желание вот с душой, да. И с сознанием, да. А есть еще второй вариант, когда сознание, когда вот это сопротивление, оно тоже очень сильное, но рассматривая его, я сейчас говорю про консультативный опыт. И когда мы с клиентом его рассматриваем, мы вдруг понимаем, что оно очень явное сейчас, потому что оно как раз меня, как это сказать, оно показывает на то, что желание, мое настоящее желание не это. Вот два варианта могут быть у сопротивления. Оно либо действительно срабатывает, как бы, и это мои какие-то старые схемы и шаблоны, которые мне не позволяют сделать шаг вперед, и с этим можно работать. Но второй вариант возникновения сопротивления, это когда оно говорит, это не то, что ты хочешь, вот пойми просто это. И это тоже важный элемент. Нельзя все сопротивление говорить только о том, что это плохо. А в марафонах желаний как раз-таки только одна тема. Давайте мы все наши страхи проработаем, все вообще уберем и пойдем вперед. Но мы забываем о том, что сопротивление очень часто указывает на то, что это не то желание, которое есть на самом деле в бессознательном и в душе. Я про себя могу рассказать. Я вот сейчас в большей степени ухожу, ну, ушла практически только в психологию. Бизнес-тренинги остались только по большой просьбе как бы тех клиентов, которые вот очень прям хотят. Ну, в общем, как-то я очень выборочно сейчас их веду. Но понимать я это стала именно тогда, когда у меня просто жуткое сопротивление возникало на тренинге. Вот когда ноги туда не несут, вот я больше не могу. И в связи с этим на это нужно обращать очень большое внимание. То, что я больше не хочу. Люди, которые не могут понять, чего они хотят, я вот рекомендую первый какой-то вопрос себе задать. Подождите с тем, что я хочу. Задайте себе вопрос, что я точно не хочу. Чего я точно, не знаю, не могу больше терпеть в своей жизни. Что я точно не хочу. Что я не готова выдерживать. И это тоже будет шагом уже к своим истинным желаниям и пониманию себя. От обратного такой шаг тоже важный. И так сопротивление тоже может работать. Поэтому это два такие ракурса. Ну, это, мне кажется, очень сложно так вот одному сидя отличить. Где это сопротивление по поводу того, что ты докопался до истинного желания души своей. А где сопротивление по поводу того, что ты придумал, что это было бы классно из своего эго. И как бы пытаешься себя туда впихнуть. И, конечно, такая душа нет. Ты знаешь. Но у меня, как мне кажется, уже сейчас. А, кстати, у тебя есть ответ на этот вопрос? На тот, который ты сейчас задала себе. Вот как для себя различить? Это всё-таки сопротивление, которое мне мешает сделать то, что я хочу. или это сопротивление, которое вот говорит мне не надо, это не твоё желание. У меня есть небольшой такой ответ. Ну, давай. Интересно, что ты скажешь. Когда это то, что я придумала, что классно, и иди туда, это нам поможет, у меня, ну, и это не от души и желания, у меня возникает лень. Я такой, не, не могу. Вот ещё погода плохая. Нет, ты что, мне придётся там что-то. Я как себе просто представляю картину, я и там. И у меня прям, вот у меня прям лень охватывает. Я такая, нет, так классно дома сидеть. Я сериал включу, посмотрю лучше. Это прям главный признак. Я включу сериал. Прокрастинация. Да. Вот. Не, у меня бывает именно прокрастинация, когда я откладываю, бывает и по поводу того, что я хочу. А вот тут именно прям лень глобально. Я такая, мне лень. А вот когда я хочу и мне просто вот там все говорят, не получится, не надо, это очень страшно, это там тебя вообще неизвестно, что будет с тобой. Я чувствую страх. Я чувствую прям дикий, вот этот парализующий страх. И вот у меня очень часто тоже, я недостаточно еще знаю, я недостаточно еще навыков, у меня недостаточно еще чего-то, да и вообще с чего я решила, какая вообще наглость с моей стороны заеблять. Да, да, да. Вот наглость, да, да, да. Это ж кто ж про меня, там все же узнают и будут смеяться. Да, вот у меня пока я вот это отличаю, глобальная лень либо глобальный страх. По эффекту одинаково я ничего не делаю, а по внутреннему ощущению разные. Да, да. И у меня еще один, знаешь, если все-таки, например, ну, то есть, например, мы имеем страх и этот страх говорит о том, что все-таки желание мое истинное, но есть какие-то стопы, которые там, ну, как-то я могу пройти. И когда ты начинаешь идти, несмотря на этот страх, ну, или как-то пытаясь с ним, не знаю, договориться, не убирая его резко, потому что это все-таки защита наша, да, то вот для меня еще один критерий – это энергия. Вот энергия, она либо дается человеку, ну, типа, на, бери, делай, либо не дается. Энергия вся находится в бессознательном. Никакие наши логические доводы, типа, надо поехать сейчас в дождь, они не работают. Либо душа дает энергию и говорит на, либо нет. И вот этот, когда я шажочки делаю, если у меня, ну, в энергии, как бы энергия дается на эти шаги, вот для меня это тоже один из критериев того, что я, в общем, иду на верном пути. Тоже я так себя проанализировала, когда у меня идет неделя тренингов, и я сплю по пять часов, у меня нет энергии вообще. Когда я провожу психологические консультации, я могу по три часа спать, и у меня есть энергия. Я иногда себе поражаюсь и думаю, ну, вот откуда, Илона, как так? Ну, и понимая, что это действительно то, что вот, ну, в моей жизни вот так сейчас правильно. Ну, вот у меня, например, точно так же я могу сказать про, я вот недавно болела, но я продолжала выпускать ролики, и это было поразительно. Я вот такая хожу, и я такая крашусь так же, что-то одеваюсь. Я вот нажимаю на, на, на этот, на вон ту красную кнопочку, и все, я такая, друзья, всем привет! Никто, наверное, не думает, что Вика-то там полуживая сидит. Вот, 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 именно да. Да, потом я могу в этот же день сидеть, монтировать, и при этом мне очень тяжело даже отвечать на сообщения. Мне пишут, и я просто отвечаю, там, мне три сообщения, и я отвечаю на самое важное, на эти даже, которые просто там, как дела, там, по общению, по-простому, я не отвечаю. и я думаю, я иногда думаю, как мне, я иногда думаю, друзья, как мне написать в наше сообщество, что у меня там видео новое, описать его, и я когда вот перед тем, как сделать, я думаю, да как я найду на это? Потом я думаю, ну, вообще очень просто. Ну, как бы я сказала вот друзьям своим, что у меня вышло новое? И точно, и мне это очень легко дается. Вот, вот легко дается, да. Да, но при этом, если бы я сейчас представила, что мне вот, ну, я вспоминаю свои там прошлые работы, что если бы мне надо было вот в таком состоянии пойти на работу, я бы не смогла. Ну, прям реально я бы не смогла. Я тогда, если бы я пришла, я была бы там точно такая же. А тут как будто бы тебе говорят, нормально. Верный путь. Ну, как будто бы тебе реально дают энергию. Энергию, да. Вот. Вот правда такое ощущение. Поэтому для меня страх, он о том, что энергия-то пошла, а тут останавливается. Весь блок, да, который не дает ей идти дальше. а лень, это когда вот наоборот отсюда говорят, иди делай, а тут такое, не-не, не нам, не туда. Не-не, все вообще, карты не легли сегодня. Да, причем мне вот эта часть, она с возрастом стала очень хитрая. Она сейчас не говорит, нет, никогда, я не буду. Начинается бунт, нет, она такая, не-не, не сегодня. Ну, просто дождь, как-то ветер, и вообще, или там жарко очень, и в другой день. и как-то она пока вот так вот выживает. И вот еще раз повторю, что если вот так вот жить, как ты говоришь, слушая вот здесь вот себя, и как-то понимая, это очень большая смелость, потому что окружающие, смотря на такого человека, ну, им может казаться всяко-разно. Ну, типа там, неправильно живешь, так нельзя, какое-то осуждение можно получить, ничего себе, какая она взяла, я не пошла сегодня, отказала всем, хочет она дома посидеть, но что-то как-то вообще нехорошо. Ну, то есть это требует от нас какого-то, не знаю, принятия своего выбора и смелости жить вот по своему какому-то, не знаю, пути, как-то, несмотря на то, кто там как на тебя посмотрит. Ну, ну, я не знаю уже, что сказать. Это, конечно, я не скажу, что мне не важно, кто там как посмотрит, особенно, когда это близкие люди. Ну, наверное, к этому возрасту уже ты как-то различаешь, что на первом месте, а что на втором. Ну, вот, как-то так. И просто я стараюсь окружать себя людьми, которые меня поддерживают, потому что, ну, если я знаю о себе, да, что я неуверенный, я, правда, неуверенный довольно человек. Где-то я уверенный, а где-то я очень неуверенный. Если я знаю, что я очень мнительный, тревожный, я не буду окружать себя критиканами, не буду. Я буду окружать себя людьми, которые меня поддерживают. и это возможно только тогда, когда ты себя очень хорошо знаешь. Да. И осознанно понимаешь, у меня есть вот такая моя особенность, мне это не нравится, и поэтому я буду делать так-то. Да, да, ну, то есть, да, это я так и сделала, и меня окружают люди, которые меня, если меня кто-то не поддерживает, я говорю, так, всё, отойди, ты сейчас мне вообще, как бы, не в тему. А кто-то меня поддерживает, и я даже, когда думаю, что, наверное, этот человек немножко даже неадекватно, меня как-то просто утешает, я думаю, и пусть, и пусть неадекватно, мне же всё равно хорошо, как-то приятно. А я как бы потерплю его неискренность, если она в ней не видна, как бы во благо. Вот, а может, и искренность. Я же, ну, так как я мнительна и тревожна, я вот такая уже думаю, ну, я всё равно немножко неадекватно вижу. Про страх сейчас вспомнила, ещё одну важную вещь, вот, нас же все пытаются и от страхов избавить, и от тревог, от всех избавить, и сейчас такое прямо. Нельзя у нас тревожиться, и бояться в нашем обществе нельзя. Мы только все на позитиве, и в ресурсе, да. А, если психологически, всё-таки так более глубинно как-то говорить, то когда я делаю какие-то новые действия, которые либо там не свойственны мне, либо это просто что-то другое, то, чего я ещё не пробовал, доля тревоги, ну, должна быть, это здоровье. Ну, то есть, я не могу идти во что-то новое вообще не тревожить. Тогда я, не знаю, бог какой-то, который вообще всё знает в этой жизни, и это тоже невозможно. И тут вопрос в интенсивности. тревога меня вообще поглощает и не даёт мне просто шаги делать, либо я какую-то, ну, либо доля тревоги, она мной переносима, и я вместе с ней могу делать шаги. Это очень большая проблема людей, которые марафоны прошли, когда они приходят на консультации, когда они кучу всего достигли, у них, ну, они получают то, что они достигли, и мы с вами прекрасно понимаем, что если ты достиг, ты всё равно что-то отдал для этого. Невозможно чего-то цель достигнуть и ничего, ну, как бы не потерять. То есть, что-то всё-таки у меня, не знаю, забрали, или чем-то я пожертвовала ради этой цели. И, ну, это грустно вообще, что мне приходится чем-то жертвовать. И такие люди, которые приходят, очень часто находятся в состоянии бесчувственности, они как будто неживые. То есть, всё есть, цели достигнуты, а вот этого, ну, не знаю, какого-то кайфа, что ли, жить, вот чувствовать себя живым, не знаю, наполненным, чувствующим, вот этого нет. То есть, я настолько сильно себя изнасиловал, структурировал, что я уже просто неживой вообще. естественно. Да, да. Тот же насилие, это в первую очередь, это то, что ты себе все чувства запрещаешь. Да, да. Все свои истинные желания ты как бы отрицаешь и действуешь только на вот эту, там, придуманную цель, которая не согласована. Да, и иногда она не придуманная, вот как у меня было, это была цель из моей не очень здоровой части. И это было из страха сделано. И когда я до неё дошла, полностью, да, вот эти вот, ну, так как я сказала уже, что мы действуем либо из любви, либо из страха, полностью все свои желания, которые вот из любви, ну, любовь тут в глобальном смысле, это то, что называется эрос, да, в древнегреческой мифологии, ну, то есть это из такой живой, чувствующей какой-то части, а это такая более, такая часть сильная, властная. Вот я так, наверное, опишу, чтобы было понятно, что я имею в виду. и вот когда из этой части действуешь, она ту часть полностью подавляет, всю жизнь, всю спонтанность, все чувства подавляются. Ну, естественно, когда, да, ты всё это сделаешь, ты приедешь на своём БМВ, из своей пятикомнатной квартиры в центре, к психологу, пойдёшь и скажешь, я сейчас умру, вызовите мне скорую, если что. Счастья нет. Да, счастья нет, я не чувствую ничего, вот эти вот мне бриллианты сыпятся, эти машины, квартиры, вот эти сумки, вот эти вот всякие, Louis Vuitton на меня падают, и в моей гардеробной, а я не чувствую ничего, ни радости, ни печали, абсолютно ничего. Конечно, ты же, ну, просто эта часть-то подавлена. Да, печали-то тоже там обычно нет. Нельзя, конечно, надо же. Там же и печали нет, и поэтому в момент, когда ты остановишь этого, вот он бежит, да, я прям представляю, бежит этот здоровый, который сам не знает, куда бежит, но хочет и радостный, и бежит тут же рядом, они могут к одному бежать, кстати, к тому же, и бежит этот вот, который больной, и насилован, его остановить, и спроси, он точно скажет, куда он бежит, зачем, и ещё скажет, что у него всё классно. Да, да, а вот в конечной точке здоровый будет кайфовать, у меня там, Мерседес, Louis Vuitton, там, квартира, всё классно, там, он будет в счастье и любви купаться, а то рядом будет, сосед его будет жить в этой же там квартире рядом, под ним, да, и страдать. Побочка, вот есть побочка достижения целей, так сказать, первое, это вот то, о чём мы говорим, если я себя изнасиловала, то я просто перестаю быть чувствующим, да, чувствовать себя живым, и ещё две, и они на самом деле, я сейчас буду пугать людей, ну и опять это по опыту консультирования, то есть чем люди приходят, когда они перестают слышать вот вообще себя, какие-то душевные позывы, реагирует тело, начинаются болезни, и это, ну если так посмотреть на наш мир, то, что сейчас у нас происходит с коронавирусом, люди настолько стали достигаторами, что коронавирусу просто приходится вообще как-то, ну это, обращать внимание на какие-то другие вещи, которые вообще в этом мире есть, да, поэтому вот ещё одна побочка, это тело начинает болеть, и это может быть всё, что угодно, хронические заболевания обостряются, что-то появляется непонятно, не знаю, простуда постоянная, ну в общем, вот это одна история, и третья история, это не случайные случайности, когда я вроде живу, и вроде бы всё у меня в порядке, а потом, ну как какие-то, не знаю, резкие вещи, измена вдруг ни с того ни с сего, развод, который никогда ты вообще не думал о том, что это может быть, ну в общем, какие-то такие внешние ситуации, которые происходят прям, ну вот, как будто бы случайно, но это тоже выражение нашей души, которая говорит, погоди, ну что-то куда-то не туда, поэтому вот, ну я бы, конечно, ну я сейчас уже это понимаю, там через опыт, когда я на клиентов смотрю, то вообще страшно душу не слушать, ну потому что это потом, ну как-то настолько влияет на жизнь, когда люди приходят и говорят, у меня жизнь разрушена вообще, ну и вот это страшно, а вот не достигнуть каких-то высот, чтобы быть королем тут в этом мире, это, наверное, менее страшно, чем вот эти вещи, чем вот эти побочные эффекты, о которых я говорю, вот, поэтому это вот такие симптомы, на которые тоже можно посмотреть, понаблюдать, а как у меня сейчас с этим. Да, слушай, и ещё один момент, не один, вот этот вот я хочу обсудить, со своей этой режиссёрской точки зрения. Дело в том, что, ну это, наверное, вообще все знают про Станиславского и сверхзадачу. У каждого персонажа есть сверхзадача, к которой он идёт. Это его, так назовём, мечта. Чтобы наш персонаж был на сцене или в кино живой, действовал как настоящий живой человек, а не просто какие-то совершал там действия, как просто физические. А чтобы эти физические действия мы понимали, как они наполнены смыслом и его каким-то желанием. Мы можем даже его конкретно не формулировать, но мы будем понимать, что персонаж к чему-то стремится. Мы обязательно это поймём и узнаем. Так вот, и я пришла к выводу вообще, что вот эта вот сверхзадача, наверное, вот это вот тот способ, каким можно формулировать желание, здоровым, экологичным способом. Обычно у персонажа сверхзадача, она звучит, как, например, нам запрещали ставить желание типа создать семью у персонажа, потому что, типа, ну этого все хотят. Ну мы не можем всем поставить задачу создать семью, они у нас там что, все умнут с одним желанием? Они же должны в конфронтацию в какую-то вступать. Но, говорит, это можно сделать, например, если девочка росла в детдоме, и для неё желание и мечта семьи, она вот жизнится на её боли вот этой вот, что она таким образом решит эту свою глобальную мечту, она будет жить вот в то, что у всех было, допустим, от рождения, у большинства, или там, короче, я не знаю, какого количества, ну у кого-то это было от рождения, для неё это прямо мечта может быть. Вот. Например, вот такая, ну она же обычно формулируется не только вот создать семью, она же формулируется там создать гармоничные отношения с мужчиной, да, вот это же там, потом на этом строится вся семья, то есть сверхзадача, она звучит как-то вот нематериально, вот я бы так сказала. Поняла. Да. Поняла разницу, да. Да. И часто это потом нематериальное уже обрастает материальным, которое, если человек всё-таки движется к этой своей сверхзадаче, к её исполнению, то она уже обрастает материально теми вещами, которыми она должна обрасти, чтобы оказаться вот в этой точке. Это материальные вещи просто становятся как помощь, ну понятно, чтобы создать семью, этой девочке там необходимо быть здоровой как минимум психологически, физически, чтобы встретить такого же здорового партнёра, чтобы им потом вместе там они там, не знаю, купят квартиру, ну не на вокзале же они будут эту семью создавать, вот, потом там они, я не знаю, и там дальше всё, что им нужно для их удобства, и чтобы там дети, ну короче, ты понимаешь, да, оно уже обрастает необходимыми материальными вещами, вот, ой, вспомнила, такая реклама есть клёвая, этот режиссёр, господи, как он, такой режиссёр клёвый, Найшулер, он снял рекламу про Икею, и он, ты не видела её? В общем, он показывает, например, вот там пара, она держит чай и разговаривает с парнем, по-моему, и мы не видим кружку, а видим только чай, или, например, да, девочка маленькая поднимается по ступенькам к брату там или к сестре, ну к младенцу, и нет этих ступенек, а есть только вот мы видим её, да, в воздухе, и он, ну это о том, что в самые важные моменты мы не замечаем вещи, вот, но мы чувствуем, да, что они там нам дарят комфорт, или, и вот тут точно так же, то есть эти вещи, они, мы их даже не чувствуем, когда они появляются, ну, для нашего комфорта и для создания вот этого внутреннего достижения вот этой вот своей мечты, и я вот, ну для себя лично сформулировала так, что вот, как бы для меня сфера задача, это вот то моё желание, потом оно, наверное, ну как у персонажа, оно там, в каждой сцене у него есть какая-то задача, которую всегда надо сверять, чтобы она соответствовала вот той, ну как режиссёру, потому что не может он в этой сцене задачу вообще из другой оперы исполнять, и идти туда, ну, всё, всё развалится, и вот для меня это больше сейчас об этом, и вот, ну, у здоровых людей это происходит бессознательно. мне хочется очень продолжить твою, можно я свою мысль выскажу, она сейчас, может быть, как-то покажется непсихологичной, но это моё такое мнение, вот, ну, поскольку я верю в то, что есть бессознательное, а значит, есть что-то, чего мы не знаем, не знаю, кто создал всю вот эту вот систему нашего мира, ну, и я в это верю, я сейчас говорю не про религию, а про нечто, чего мы, как люди, не способны просто понять, и вот если твою это, я сейчас слушала тебя, для меня это знаешь как, ну, то есть сверхзадача, её же обычно сценарист прописывает, или как? Её режиссёр, сценарист пишет сценарий, а режиссёр может там, он может один и тот же сценарий, разные режиссёры могут, вести. Ну, то есть режиссёр вводит вот эту вот, как бы, сверхзадачу с помощью, который с актёром, да, он там дальше, ну, вот как будто есть какой-то режиссёр там, который говорит, короче, твоя сверхзадача вот такая, тебе вот сюда её так, хопа, ты такой своим головой, о, моя сверхзадача вот такая, и вот теперь дальше, понимая вот эту свою сверхзадачу, я выбираю какой-то сценарий, как я, ну, там пойду к этой, не знаю, сверхзадаче, мне там сценарист может помочь, может быть, как-то там видоизменит мой путь, чем-то ещё наполнит, то есть, ну, вот для меня, вот эта вот сверхзадача, она очень связана не только, ну, не только вот, типа, я решил и так будет, а с какой-то, ну, не знаю, предназначенностью, у каждого из нас есть, вот что-то, что мы тут вообще в этом мире делаем, и тоже важно понимать, если мы в этом мире, значит, мы для чего-то предназначены, и вот это вот слово предназначение, оно же касается не только работы, его сейчас так извратили вообще, может наша с тобой предназначенность только вот для этого видео. Да, можно, да, и таки, наконец-то они сняли, это сделали, и сейчас сюда метеорит, да, да, ну, и надеюсь, это видео найдут и выложат, ну, как бы вот про это, что какая-то связь с чем-то большим, и если я вот как-то её ощущаю, она мне тоже очень много энергии придает, как будто я не один, а как будто меня вот ведут по пути, и поэтому это начинает происходить, энергия даётся, какие-то события случаются, которые меня к этому ведут. и ты прямо вот сейчас подвела к тому, о чём я тоже хотела поговорить. мы слишком вообще много придаём значение желаниям, я так считаю. Какое-то, это какое-то такое детское, эгоистичное отношение вообще к жизни и к миру. Типа моё желание, это очень важно, и я должна в этой жизни исполнять свои желания. А у меня, да, тоже есть такое, к моему возрасту, я всё время говорю, у меня ощущение, что мне 90. Я просто всегда с таким значением, блин, всё-таки как-то, мне кажется, пытаются спрятать свой, а я прям горжусь, а я до 37 дожила, я всё знаю, понятно вам, я вон сколько, ну страшно представить, как я буду в 60. Ну, слушай, в 60 ещё одно видео запишем, посмотрим, что я вообще ни с кем не буду разговаривать, просто что я говорю, то и есть, я до 60 дожила. Так вот, подожди, до 37 я дожила, и я вот об этом и думаю всё время, про желание, ты думаю, что я вообще должна что-то желать вообще, и идти это исполнять, вот эти вот свои какие-то мелкие, вот эти вот хочу машину, квартиру, я не знаю, гармоничные отношения, и в конце концов, ну есть какое-то там вот правда, что-то вот для чего я тут оказалась, да, кроме первичных потребностей, как мы знаем, да, по этой пирамиде Маслоу там, чтобы выжить, есть какое-то у моей души вредное значение, и я пришла сюда его исполнять, даже если я не буду ничего хотеть, вот то, что, зачем я пришла, меня всё равно будет туда толкать, я не буду понимать, куда меня толкают, я могу как человек, ну, который там, да, где-то травмирован, сопротивляться, бояться, но меня всё равно будет туда толкать и тянуть в любом случае, и вообще, вот если я ничего не хочу, у меня нет никаких желаний, ну, кроме там флакона новых духов, ну, или каких-то, ну, таких, да, ну, как бы повседневных желаний, да, хочу там, я не знаю, шоколадку, конфетку, и борщ, и духи, и кофточку, вот, а глобально, ну, не буду я вот никаких целей себе ставить, цели полаганий, рисовать себе каких-то ежедневников, задачи, у меня есть ощущение, что я всё равно вот туда вот пойду, если я за этим пришла, и для меня сейчас вот ощущение, что это очень как-то эгоистично, по отношению ко всему миру, к созданию, создателю, вот это вот, а я вот хочу вот это вот, вот я сейчас себе там цель поставлю, и я туда пойду, и плевать мне, что ты тут хотел от меня, вот, у меня есть такое вот ощущение, и я сейчас не говорю, что я должна служить людям, помогать старушкам, петь песни в домах пенсионеров, я вообще не об этом, я вообще там, ну, как бы, не об этом я говорю, не о благотворительности, о том, что каждый человек, вот я конкретно пришла, чтобы исполнить какую-то здесь задачу, я ее сделаю, и уйду отсюда, по-любому, никто здесь не останется, очень такой интересный элемент, я его на консультациях сейчас очень много вижу, у людей, когда есть такая сложность, что ли, большая, согласиться с тем, что у меня есть, вот хотеть, мы очень научились, через марафоны, коллажи, мы знаем, что такое уметь хотеть, ну, и вообще хотеть, а согласиться с тем, что есть уже сейчас, с тем, что это как-то правильно, почему-то так надо, кто-то меня, не знаю, ведет, или вот это очень большая сложность, как будто, когда я желаю, и у меня есть такие вот цели, не просто цели, там, с утра проснуться, и как-то вот, ну, не знаю, хорошо день провести, как будто это чуть-чуть плохо, у всех должны быть стратегические, жизненный план быть написан, пятилетка, десятилетка, вот тогда это хорошо, а вот так, как есть, это, ну, как бы, это очень большая сложность, и, а мне-то кажется, что это как раз, ну, какой-то плацдарм, с которого можно отправляться дальше, признать то, что вот то, как есть сейчас, это вообще-то уже, ну, хорошо, или как-то, не знаю, ну, переносимо, нормально, ну, так и должно быть, и вот как-то из этого уже там дальше, с меньшей тревогой ты будешь двигаться по там своему пути, очень мало людей, которые могут как-то согласиться с тем, что то, что сейчас есть, это окей. Ну, да, да, с этим сложно согласиться, я вот по себе знаю, вот до момента пока, ну, у меня просто наступил вот момент в моей 37 лет, правда, я как бы такая легкая депрессия, я ее назвала, вот, и, ну, в ней я начала просто как-то, это была такая остановка, и вот она привела там к каким-то осознаниям, и одно из них было вот, ну, то есть, у меня как обычно вот это внутреннее треяло, что ты должна желать, поставить себе цель, куда-то идти, и с чего-то достичь обязательно, но я не хочу. Вот, блин, вот тебе внутренний конфликт на лицо. Да, и я такая думаю, ну, верно, это уже нелегкая депрессия, она перешла в тяжелую, уже близится момент, когда я не смогу с утра проснуться, потому что я не могу даже желания, ну, просто это какая-то уже, в какой-то момент у нас какой-то культ желаний возник, в обществе, лично у меня возник этот культ желаний, и для меня уже, когда кто-то говорит, или уж не дай бог я говорю, я ничего не хочу, я такая, ну, все, это апатия, но вот, это может быть, правда, апатия, может быть, это апатия, это может быть депрессия, я же наполнена силами, я чувствую в себе энергию, я делаю то, что я сейчас... Короче, уронила жесткий диск с нашим фильмом, мы его... Друзья, я снимаю два года короткометражку, люди обычно это делают за полгода, особо одаренные за год, а те, кому прям в кавычках везет, делают это уже два года, вот мы смонтировали, уже хорошую версию, выгрузили с горем пополам, это отдельная история, мы просто наснимали на полный метр материала, как бы делаем короткий метр, ну, потому что мы все-таки короткий метр собирались, выгрузили с горем пополам, я вчера уронила жесткий диск, но при этом я миллион раз роняла, ты его роняла когда-нибудь? В общем, я миллион раз роняла, другие свои жесткие диски роняют, нормально работают, а этот перестал, мы посмотрели полфильма, и он сломался, и у нас случалось все во время съемок, то есть вот на всех периодах подготовительных нас скинуло три продюсера, во время съемочного периода случился коронавирус, он заморозил съемки на год, или даже больше, мы не могли снять сцену с массовкой, потому что мы не могли собрать людей, потом смогли собрать, стали заваливать наши члены съемочной команды, мы уходили в карантин, и вот потом мы монтировали, долго у нас отказывала техника, потому что она не выдерживала это количество, объем материала, вот мы смонтировали, и я уже уронила жесткий диск, уже как последнее, что могло случиться, уже мелочь, уже просто, я уронила жесткий диск, и я понимаю, что, ну я правда делаю все, что я могу, вот, и, ну вот так вот получается, ну я не могу больше, ну правда, я не могу это никак контролировать, как бы я ни старалась, и мне остается только принять, мне хотелось бы, конечно, осознать, я даже подумала прийти к тебе на консультацию с запросом, осознать, а что происходит, что это такое, ну просто, чтобы это осознание просто меня успокоит, чтобы я понимала, что это не в какой-то я попала, хаос, ураган, водоворот, и меня просто носит, 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 и это никогда, ощущение, что это никогда не закончится, мы будем снимать этот фильм до старости, до смерти. Ой, приходи. Да. Потому что такие вещи, они как раз, я сейчас буду, не буду говорить сложно, но это может означать, ну некие захваты архетипические, и это может быть сопротивление, скажи. И может быть и сопротивлением, а может в этом какой-то другой смысл, мы сейчас не будем в этом, копаться, здесь самое важное, то, что ты произнесла, мне нужно это как-то понять и осмыслить, что это происходит. Когда мы осмысляем какие-то вообще непонятные вещи, во-первых, они нас начинают отпускать, потому что мы уже обратили на это внимание, какой-то поняли смысл, зачем это вообще происходит, они отпускают, и нам легче гораздо становится, мы себе как-то это объясняем, как-то можем уложить, ну и действительно принять, что вот это вот так, что-то там у тебя было, да? Это просто сообщение. Да, и это похоже на магический, меня сгласили. То есть я говорю, если бы я верила в колдунов и магов, я бы пошла. Если бы я была очень религиозным человеком, я бы поставила свечку. Вот когда у меня всё это стало происходить, я вот это с монтажом, с моим блогом, который на самом деле, я хочу, чтобы он был более такой обширный, объёмный, не только про парфюмерию, а у меня другие видео топят мой парфюмерный блог, но я всё равно хочу их делать, я их снимаю, у меня есть те, которые 18 тысяч набрали, и 200 просмотров, ну и вот, и я всё время думаю, да, у меня есть желание, блин, но вот, как бы, а происходит вот так вот, ну и важно ли, лучше бы вообще этого желания не было, без этого желания я просто кайфую, я снимаю блог, я выкладываю, и мне это всё равно 200 или 18 тысяч, я кайфую от процесса, от самого, и когда я смотрю на свои вот эти двумя стами просмотрами видео, я расстраиваюсь, я думаю, блин, я бы не хотела расстраиваться, ведь я расстраиваюсь не потому, что мне не нравится это видео, а потому что оно мало просмотров, оно не оценено, да, и вот я всё время, и я думаю, блин, да лучше бы я вообще эти желания никакие не желала, мне было бы реально намного легче жить без этих желаний. Ну, двух стажей тоже можно порадоваться. Ну, в моей парадигме мира 200 — это ничего. Можно порадоваться, если у тебя нет желания 18 тысяч, вот в чём дело, я поэтому и сказала. то есть ты имеешь в виду, что такие, ну, давай я назову это глобальные желания, и вот эта вот идея о том, что нужно желать и этого добиваться, она просто может саму меня в какой-то момент уничижать, потому что если я этого не достигну, то я начинаю думать, а зачем, ну, то есть я начинаю как-то сомневаться в этом, в себе, то есть про это ты говоришь? Ну, это желание, оно как ориентир получается, и если я что-то сделала, что очень далеко от достижения, приближения, достижения этого желания, то как бы это то, что не надо делать. Это как бы запрет на эту деятельность. Я поняла, да. Ну, это опять вот эта вот история, страх тут же такой вылез, и такой начинает говорить. Ты видела? 200 тысяч, ой, там 200 штук, это не 18, ты зачем это делаешь? Да, Останавливаемся, всё, не надо больше ничего снимать, ничего записывать, либо записывай только то, что людям интересно, а на себя не надо думать, там, про себя, что тебе интересно, не надо думать. Это вот работа вот того самого сопротивления. Она же может возникать не только в начале, а ещё и в процессе, пути, собственно. Вот, прямо сейчас очень так продемонстрировала. Да, и если бы не было этого желания дурацкого, я была бы абсолютно свободна, и я бы сделала 200 для тех, кому это нужно, потому что это смотрят те, кому нужно. Мы общаемся в комментариях, было видео, которое про страх смерти, там, про Ирвина и Лома, про его книгу, и вот там опять он устал набирать, мало просмотров, и я такая сижу, думаю, ну зачем, а я же на, надо понимать, на видео, которое набирает 200 просмотров и 18 тысяч, я трачу одинаково времени, даже на то может быть больше, потому что это, ну, такие темы я поднимаю, это про книги, для меня это сложнее сейчас, чем про парфюмерию, потому что про парфюмерию я уже привыкла, я уже знаю, там у меня есть схема, это сложнее, это энергозатратнее, это для меня рискованнее, это я сижу переживаю, думаю, зачем я это вообще делаю, так и сижу вот, и мне пишет девушка комментарий, что ой, спасибо вам за это видео, я прямо в начале ролика, там у меня уже слезы, я думаю, блин, человеку, значит, это видео, прям нужно было, может, это нужнее, чем вот всем 18 тысячам, которые про парфюмерию, они посмотрели, выключили, включили другого парфюмерного блогера и забыли про меня навсегда, ну, либо подписались и смотрят периодически, но это для них не так важно, а вот это вот для одного, может, опять же, для этого моего предназначения, может, я сейчас его выполнила, вот, ну, метеорит не свалится, значит, еще нет, значит, я могу продолжать, да, да, очень часто вот это изнасилование себя, если уж так назвать, оно исходит из идеи о том, что я, я и моя жизнь, они какие-то не такие, почему я говорю, что иногда это прям, ну, вообще круто согласиться с тем, что есть, потому что тогда пропадает идея о том, что я, что со мной что-то не то, что я какая-то, не знаю, убогая, недостаточная, что-то не так, и, а вот когда у меня есть всегда, что мне нужно больше, лучше, там, я не знаю, количество, там, или еще что-то, это всегда как будто бы уже говорит о том, что что-то, что-то не то, и мне нужно стать какой-то более, стать более, короче говоря, а если я соглашаюсь с тем, что есть, ну, и как-то опять-таки не только головой, Ну да, хорошо, а как-то нутром соглашаюсь. Ну вот у меня сейчас так, я живу ту жизнь, которая, не знаю, предназначена мне. И это другой формат, в этом нету какого-то самоуничижения, на котором просто сейчас строятся продажи вот этих курсов, вот этих марафонов, вот этих вот, ну вот всего-всего вот этого как бы масс-маркета психологии. Ну а как по-другому его назвать? Вообще я бы, да, не против уже делить на масс-маркет, от кутюр, на высокое психологие. Я, правда, не против, потому что, ну почему нет? Да, есть такая фаст-психология, фаст-фуд такой в психологии. Ну да, кому-то больше и не надо. Очень много людей, которые находятся вот в этом конфликте, например, жить по законам, которые мне вложили общество или родители, или по своим. И чувство вины тоже очень может быть таким критерием. Когда человек выбирает жить по своим законам, очень часто это такое ощущение своей виновности. Как будто бы я кого-то предаю, ну не знаю, внутри себя, родителей, там, общества, и живу по своим законам. Ну и в этом смысле тоже, ну как-то чувство вины, оно, ну, очень часто навязано. Когда я хочу жить так, как я хочу, а не так, как вы мне говорите. Мы его можем ощущать, но это не значит, что на него нужно вестись и действительно считать себя виноватым в своем собственном каком-то выборе, пути и так далее. Это немножко страшно так жить, потому что как будто нет структуры. Про предназначение, когда мы говорим про связь эго и души. В душе наше предназначение, и когда эго разворачивается в душе, и оно говорит, окей, я буду реализовывать то, что ты мне. То есть как бы эго стоит в подчинении усамости. Усамость говорит, у нас такое предназначение, нам так суждено. Но эго говорит, окей, соглашается с этим и идет это реализовывать во внешний мир. А вот то, о чем ты говоришь, что желания мешают, когда они оторваны от своей души, не знаю, самости, предназначенности, они, конечно, будут мешать. И еще дальше нас от себя и от своего предназначения как бы убирать. Ну, получается, что у меня уже душа, она сильнее, чем эго, потому что она говорит, ты мне мешаешь. Ну, хватит думать. Да, то есть она говорит, если раньше эта часть могла износить, насиловать, да, ну, как я вот рассказываю, когда я достигла своих целей, но оказалась в депрессии, то теперь душа говорит, слушай, ты мне очень мешаешь, пожалуйста, не... Она как муха такая, знаете, она говорит, пожалуйста, ну не жужжи, ну давай, ну иди отсюда со своими этими... Круто. Да, то есть она, получается, уже... Ну, все равно нет контакта, да, хорошего. И контакт есть, ну, контакт есть, они как бы слышат, но они находятся пока в конфликте. В конфликте, да. Да, и туда тоже, кстати, ведь очень много энергии утекает, на этот конфликт, на его решение. Вот, но меня уже радует. Да, я была в одной, так сказать, парадигме, когда я жила больше своим эго, сейчас я больше живу душой. Да, хорошо бы, чтобы это как-то... Это, возможно, только после конфликта. Отлично. Ну, значит, идем к этому. Так, ну, все, я вот такие выводы у меня, вот... Хочешь что-нибудь еще сказать напоследок? Я хочу всем пожелать верить себе, потому что, мне кажется, это самое какое-то ключевое, чувствовать себя и доверять своему, не знаю, чувствованию, ощущению, пятому, седьмому вот этому чувству, чуйке, потому что так с нами разговаривает наша душа, и если мы ее слышим, то и жизнь будет складываться так, чтобы, в общем-то, было хорошо по тому пути, которым нам суждено, в общем, пройти. Всем спасибо! Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, всех целую, обнимаю, всем пока! Пока!